Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов в студии Павел Вильковский. Коротко о главном. Стихия не отступает. Спасатели просят дончан как можно реже выходить из дома и остерегаться льда и снежных обвалов. Не на улицах, а на бумаге. Прокуратура Ростова проверяет работу снегоуборочной техники в последние два дня. Установлено, что большинство отчетов не соответствует действительности. Борьба с терроризмом задача не только силовиков. Полпрессы округа чиновники призвали население к бдительности и усилению пропаганды. В Ростовской области из-за погоды введен режим ЧАЭС. Такое решение принял губернатор Василий Голубев. Ранее этот режим был введен в нескольких муниципалитетах. В особо заснеженные города и районы направлены представители областного правительства для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Проблемы с доставкой хлеба решены. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Горбань. В Донскую столицу завезли более 60 тонн хлеба, хотя в сутки Ростову требуется 90 тонн. Правительство призывает граждан не поддаваться искусственной панике. А недобросовестные продавцы, которые, пользуясь неразберихой, оценивали булку хлеба в 90 рублей, будут наказаны. Не нагнетайте панику. К вам хочу обратиться. Не надо нагнетать такие настроения. Мы же помним, что мы в свое время сами разогрели панику по соли, сами разогрели панику по гречке. Потом нам после этого три месяца звонили и спрашивали, куда девать мешок гречки, который я купил в три раза дороже, чем она сейчас продается. Хлеб, конечно, не такой. Вы не избавляйте от бороться. Где эти магазины? Дайте адреса. Мы будем работать. Люди в редакцию звонили, обращались. Дайте адреса. Мы готовы с этими собственниками работать. Знаете, как на Руси же всегда было. Когда тяжело, мы должны сплачиваться, а не разрывать. Давайте будем общаться с этими господами, кто такими делами занимается. Будем внушать, что этого делать нельзя. Была информация, что таксисты берут за поездку от трех... Да, вот 800 рублей северного центра. При 200 кругах стоим. Такая точная информация есть, да. На сегодняшний день с дорог Ростова вывезено 7 тысяч тонн снега. Из-за перебоев с общественным транспортом правительство области планирует разорвать контракты с АТП-5 и Ренаттранс. Также есть планы перевезти городские маршрутки на государственную основу. В том, что Донская столица превратилась в снежную крепость, виновата не только стихия. Согласно показаниям навигаторов, из 140 единиц муниципальной техники, которая должна была расчищать город, на работу вышли только 66 машин. Как сообщил прокурор Ростова со ссылкой на администрацию Донской столицы, часть автопарка просто не оборудована системами спутникового слежения. Отсутствие такой техники – нарушение контракта на содержание автомобильных дорог. Днем администрация поясняла, что основные работы запланированы с 22 часов, то мы проверили по состоянию на 23 часа выборочно. В некоторых комбинатах благоустройства большая часть техники оставалась на базе и только с прибытием проверяющих стали заводиться, прогреваться и готовиться к работе. По данным прокуратуры, в первый день династии снег не вывозился вообще, отчеты о проделанной работе, которые районы отправляли в администрацию, не соответствовали действительности. Сейчас прокуратура продолжает проверки, по итогам которой все виновные понесут наказание, вплоть до уголовной ответственности. Снегопад в Ростовской области существенно не повлиял на движение поездов. За минувшие сутки с путей вывезено 30 тысяч кубометров снега. Только в ростовском регионе дороги около 2000 человек работали в круглосуточном режиме. Самые заснеженные участки в районе станции Ростов, Батайск, Таганрог, Сальск, Белая Калитва. В некоторых местах пришлось задействовать спецтехнику. На дороге организовано все в соответствии с нашими инструкциями. В компании РЖД очень четкая организация по снегоборьбе и Северо-Кавказская дорога не исключение. На постоянной основе работает оперативный штаб во главе с первым заместителем. Организованы работы по станциям. Как сообщили в управлении Северо-Кавказской железной дороги, в северном и южном направлениях задержано 10 поездов дальнего следования. На станции Ростов-Главная организовано питание пассажиров поезда «Адлер-Москва». Пригородное сообщение осуществляется в прежнем режиме. Возможны задержки до 1 часа 20 минут. Морозы в Ростове и в ближайших районах усилились до минус 25 градусов. Неблагоприятные метеоусловия на два дня затруднили работу аэропорта. На данный момент городской аэровокзал полностью забит. Вылеты рейсов на Москву-Санкт-Петербург задерживаются. Причина увеличения времени наземной подготовки. Добавлю, расписание вылетов можно будет уточнить на официальном сайте аэропорта. Обморожение и травмы как следствие аномальных холодов. Чтобы избежать неприятных последствий природной стихии, МЧС рекомендует меньше находиться на улице и осторожнее передвигаться. Под снегом толстый слой льда, которым покрыты и крыши домов. Поэтому лучше отходить подальше от зданий, чтобы не получить травмы головы. Хотелось бы, чтобы родители обращали на своих детей, которые в этот момент зимнее, снежное время захотят гулять. Но их необходимо соответствующим образом одевать и принимать меры, которые позволят не допустить обморожения. Телефоны экстренных оперативных служб теперь изменены, но пока получить помощь можно и дозвонившись по привычным номерам 01, 02 и 03. Произведено изменение в телефонах экстренных оперативных служб с добавлением 100. Соответственно будет 101, милиция 102, скорая помощь 103 и так далее. Добавлю, в донские травмпункты уже обратились десятки людей. Пропавший во время метели ростовчанин объявлен в розыск. Напомню, в ночь на 28 января 25-летний Константин Климов после ДТП на Азовской трассе оставил автомобиль и отправился за помощью. До сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост высокий, глаза зеленые, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в темные брюки, серый связанный свитер под горлом, темные ботинки на молнии, куртку и шапку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Константина Климова, просят обращаться в полицию по телефонам, которые вы видите на экране. Информация для тех, кто собирается в Украину. Как сообщили в ростовской таможне, на пункте пропуска Новошахтинск скопилась очередь из автомобилей. 50 со стороны Украины, 35 со стороны России. Ожидается приезд спецтехники для расчистки дорог. Во избежание простой, таможенники рекомендуют выбрать другой, более оптимальный маршрут движения. Продолжу выпуск. Обеспечить безопасность населения от террористических угроз. Эта тема стала главной на Совете по вопросам местного самоуправления. По словам заместителя полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, как показал печальный опыт Волгограда, одними усилиями правоохранителей с терроризмом не справятся. Необходима комплексная работа всех муниципалитетов, антитеррористических комиссий и самих жителей. Чтобы в оценке эффективности террористической защищенности учитывалось и мнение самих жителей. Чтобы работа правоохранителей и муниципальных служб в этой сфере опиралась на помощь и содействие населения. Была убедительной в профилактическом смысле. Леонид Беляк добавил, муниципальные комиссии должны усилить пропагандистскую работу среди населения. Главная цель сформировать негативное отношение к идеологии терроризма и пропаганде насилия. 127 тысяч выявленных нарушений закона и 50 тысяч мер реагирования. Донская прокуратура отчиталась о проделанной работе. Одно из главных направлений деятельности слуг Фемиды – надзор за работой органов государственной власти, местного самоуправления. Особый контроль за сферой ЖКХ – традиционно одна из самых проблемных. Принятые нами меры способствовали предотвращению нарушений прав без малого свыше 40 тысяч собственников жилых домов и 2 тысяч хозяйствующих субъектов посредством отмены или изменения противоречивших законодательству нормативных актов муниципалитетов. Около 30 тысяч жителям области выполнен перерасчет незаконно начисленной платы за жилищные и коммунальные услуги. Особое внимание прокуроры области уделяют противодействию коррупции. За минувший год было пресечено более 11 тысяч подобных нарушений, причем большая часть в сферах размещения государственных заказов. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и новости донского спорта. Оставайтесь с нами.